здорово парни вы на канале роман гол я вас рад всех видеть со всех городов со всех стран присаживайтесь поудобнее отпишите кстати как у вас на местности дела по короне обстоят я имею ввиду по факту по телеку я конечно видел там что передают ну вот на самом деле на местах у нас до 30 числа масочный режим до 30 июня вот потом надеюсь все за это закончится и уже без маски ты полноценным человеком будешь считаться мне уже интересно когда уже можно будет полноценно путешествовать и не думать там как продлят не продлят что-то усилит режим не усилят быстрее бы уже все выздоровели быстрее бы уже все выздоровели мы уже зажили как и раньше а собрал я всех вас сегодня к сожалению по не очень радостному поводу как помните недавно я ездил оставить на учет свою цервушку кто не видел посмотрите прошлый видос сегодня я хотел также снять как все замечательно то есть как я съездил в гаи как поставил машину поделиться своими впечатлениями но к сожалению не тут то было у меня на руках вот такой вот отказ в регистрации сейчас расскажу все подробно напомню ситуацию когда я покупал машину полтора года назад она уже была снята с регистрации причем уже довольно таки длительное время я в принципе понимал что какие-то могут быть подводные камни там перегонять я решил еще и стонированным лобовиком естественно поимел тогда кучу приключений но все-таки мне удалось тогда добраться до новосибирска по приезду я решил что сейчас начну в гараже приводить машину немного в порядок и в этом процессе я уже решу оставлять ее себе или не оставлять и до этого решения я решил немного притормозить вот эту ситуацию с учетом но как выяснилось конечно зря значит такой момент по машине никаких арестов запретов ограничений там ничего такого не было то есть я был в полной уверенности что в любой момент я поеду в гаи и поставлю тачку на учет без каких-либо проблем и вот недавно я конкретно уже решил продавать эту машину но перед этим разумеется уладить вопрос с регистрацией на улице шумновато слегка лучше в машине расскажу записался значит по госуслугам в гаи все как положено оплатил 1995 со скидкой 30 процентов ехал в гаи подаю документы инспектор все проверил посмотрел в компьютере и сказал что машину я не зарегистрирую по крайней мере сегодня и вообще она была продана два года назад совершенно другому человеку и кто я такой какое отношение к этой машине имею непонятно в этот самый момент у меня перед глазами начинает мелькать моя вся никчемная жизнь где-то я начинаю вспоминать я помню какую-то машину ставил на учет и меня хотели привлечь понятым похожая ситуация человек приехал ставить на учет машину но оказалось что по первоначальным документам по которым мы снимали с учета она была кому-то другому продана в общем этого человека оформляли в ровод и вот искали понятых но это да соскочил и не знаю чем дело закончилось и что вообще за это бывает я пытаюсь значит просить у инспектора кому она была продана ну то есть что в базе ну такая информация естественно она не разглашается из программы в общем потом инспектор предложил сходить посмотреть сам автомобиль номера а то может и искать никого не надо на сверке значит я так понял какие-то подозрения возникли он начал фотографировать вин код смотреть там ремни и обозначение там еще что-то на стойках там на втором стакане эту табличку в общем с каждой минуты сами понимаете настроение мое все вниз и вниз и вниз потом значит пошли обратно в отдел я так понял он пытался дозвониться до собственника который именно снимал номер телефона в базе он взял кто снимал машину он пытался до этого человека дозвониться до последнего собственника который в птс но забегая вперед уже скажу что это из всей цепочки из всех людей вообще где эта машина погуляла это один из тех людей до кого очень сложно дозвониться и дописаться вот в общем он не дозвонился не знаю к лучшему или к худшему и что было бы там чтобы они какой бы разговор между ними состоялся в общем дали мне вот этот отказ пожелали счастливого пути пожелали искать цепочку собственников цепочку людей через которых эта машина прошла самостоятельно чем я собственно сейчас и занимаюсь и я так понимаю я еще хорошо отделался ну легким испугом что меня отпустили на машине со всеми документами и не началось никаких дополнительных процессуальных действий за время ведения видеоблога ну сколько вот уже полтора года практически да мне периодически писали люди которые владели этой машиной которые там у которых сосед по гаражу владел которые владели точнее которые на ней ездили но не владели ну и так далее в общем в общем я начал рыться у себя в соцсетях в поисках вот этих диалогов чтобы с людьми как бы найти контакт и разузнать чего и как нашел телефон человека который непосредственно снимал из регистрации даже дозвонился до него и что вы думаете я думал все узнаю у него но к сожалению он сказал что у меня договора того уже давно нет уже куча времени прошло я не помню ни как звать его не как величать кому и продавал кто ее забирал и к сожалению ничем помочь не могу но когда время будет возможно там схожу в гаи спрошу дадут они может договор окей ладно я начал заходить так сказать другого конца связался с человеком который владел ей до того как эта машина попала на youtube он мне соответственно отправил контакт человека у которого он ее покупал и это еще не был и не владелец и не тот кому владелец продавал то есть там несколько человек было также человек сказал что без проблемы он съездит к собственнику узнает все у него потому что они живут в одном городе но я сказал что собственно кому же связался к сожалению у него никаких данных нету он соответственно мне сказал имя и фамилию еще прошлого человека на которого предположительно снимали с учета машину но он дал только имя фамилию и больше других данных говорит нету и живут другой области но потом нашлись стал соцсети того человека который вот мне нужен я в принципе с ним уже и связался и вот уже счастье моё было близко но он мне знаете что сказал что он уже паспорт поменял с тех пор что в мурманске он уже давно не живет адрес регистрации не помнит паспортных данных у него нету тех к это которые были то есть и узнал я у него по сути отчество и дату рождения и все но блин вот это попадалось блин вот сейчас думаю гадаю куда копать получается получается нужно с человеком заключить договор именно по тем данным которые в гаи неизвестно не дата не и паспортных данных нет ничего второй раз гаи просто так могут не отпустить если опять я приеду да вот так нахрапом это уже опасно не знаю на крайняк распилить ее нафиг блин машин это хорошая по сути тут по мелочуге вот это все сделать машина реально нормально и кататься на ней я не знаю кстати есть ее распилить может даже и дороже можно все это продать но это это время я как бы не хочу свою жизнь посвящать автозапчастями торговли автозапчастями в общем ребят в курс дела вас вел чё с бэхой по тех части особо ничего не изменилось катаюсь время от времени на ней но вот сейчас к сожалению такой неприятный период и надеюсь все получится решить не знаю на время выхода этого видоса может уже что-то про и прояснилось надеюсь получится все это дело уладить и обязательно всех вас курса ну так что будьте на связи парни чё почитаем комментарии ваши с прошлого видоса павел метрошин пишет ромчик с возвращением удачи в продаже паш спасибо огромное всем спасибо большое вообще за добрые слова в комментариях роман герасименко пишет я уже заявление в милицию хотел писать на твой розыск но я там ответил хорошо что обошлось без милиции ничего особо не случалось просто движух по машинам особо не было никаких поэтому решил сделать небольшую паузу немножко отдохнуть андрей фролов пишет ты в этих желтых очках на хлобыстина похож но и чё охлобыстин иван охлобыстин хороший актер внешне похож теперь нужно внутренне быть похожим я имею ввиду образование актерское мастерство и так далее еще хочу такой момент уточнить что у меня естественно никому никаких претензий нет я человек не посторонний в этой в автомобильной теме в покупке в продажу я прекрасно понимал что могут быть какие-то подводные камни и эти риски только в моих руках как говорится то есть я не то что плачусь что-то или какой-то помощи прошу просто спрашивайте чё с бэха я считаю что это как бы важный момент до в жизни этого автомобиля и поэтому считаю должным вам все рассказать как есть